этот тип замахнулся на самое святое что у нас есть на конституцию всем добрый вечер хотя можно кого-то и утро и день и ночь о 9 человек 1 лайк давайте хотя бы 10 человек наберем и я скажу вкратце что хотел сказать значит сегодня было рассмотрение дела вместе на правонарушение в отношении антона самошина по части 1 статьи 20.1 qap rf те кто не в курсе можете на канале регион 159 найти вам буквально предыдущий ролик о том что вообще произошло по каким основанием антона привлекли ну вкратце скажу что он сделал обращение на эспланаде в городе перми на тот момент при губернатор перманского края махонину у него было несколько вопросов точнее два вопроса касаемо громкого дела уголовного по так называемому делу куклы путина так вот антон самошина случайно встретил на эспланаде и задал ему вопросы махонин ответил на один вопрос на 2 вопроса он может сказать уклонился потом антону была применена физическая сила его охраной охрана и махонина и он был доставлен в отдел полиции ленинского района номер 6 где него был составлен протокол обместивным правонарушений по части 1 статьи 20.1 qaprf провел в отделении сутки он примерно каком не сказал по 20 часов что провел в отделении сутки опыта выпустили его 21 было назначено судебное заседание по рассмотрению данного дела ленинский районный суд фамилию судьи я не помню помню что на п не першин хорошим ну неважно оглашение данного постановления я надеюсь вы тоже ну кто следит за каналом регионство посидеть могли видеть вот как раз предыдущем ролике был прямой эфир было оглашение давайте зачитаю вообще что меня ну грубо говоря удивило насторожило и зачем вообще вот сейчас прямой эфир значит в решении но но там на четырех на четырех страницах по моему так вот в итоге освободить от административной ответственности в связи с малозначительностью правонарушения и объявить устное замечание было вынесено вот такое решение и далее производство по делу об областином правонарушении прекратить связи с отсутствием состава административного правонарушения вот у меня а две этих два этих основания 2 этих формулировки у меня какой-то внутренний диссонанс я я не понимаю как к этому относиться поэтому если сейчас смотрят может быть юристы у кого-то может быть есть какое-то свое личное мнение по этому поводу можете написать и значит свое мнение то есть вообще что признали человека виновным не признали его виновным связи с отсутствием состава административного правонарушения но опять же как тогда понимать связи с малозначительностью правонарушения ему объявлено устное замечание то есть получает судья установил его правонарушение да но может быть малозначительно но объявлено ему замечание устное замечание тоже как форма ну скажем так наш какой может быть форма наказания то есть замечание предупреждение штраф административный и административный арест так вот согласно данной первой форму формулировки может говорить о том что правонарушение все-таки факт правонарушения стороны в действиях точнее антона самошина установлен это непонятно вторая часть производства по делу пн прикрепить и засуществом состава административного правонарушения есть конечно масса мнений почему было вынесено такое решение можно сказать что она типа не вашим не нашим с одной стороны судья усмотрел нарушение в действиях самошина и к тому же скажем так практика никак в этом случае не изменилась то есть она данным решением систем что человек не был точнее не был оправдан средства практика судебно и устояла данном случае вот с другой стороны отсутствие стама административного правонарушения и в час возникает вопрос по крайней мере у меня стоит ли обжаловать данное решение я склоняюсь к тому что данное решение обжаловать стоит потому что она как минимум непонятно все-таки усмотрено ли в действиях самошина административного правонарушения либо она либо его нет белок как у гомосека понятно вот поэтому если вот кто-то может быть таким сталкивался с таким моментом и знает о том что точнее может есть к судебной практике честно говоря я еще по данному данном деле не разбирался именно вот именно по поводу таких принятых решений ну против стать в комментариях вот чему посвящено данная данный прямой эфир с антоном самошином на эту тему мы еще не разговаривали но я надеюсь мы с ним скоро времени переговорим второй защитник как я понял выразила мнение что обжаловать данное решение не стоит но хотя может быть уже мнение защитника и поменялось все пожалуй вот у меня все что я хотел сказать по данному делу если есть какие-то вопросы готов на них ответить но пока если вопросов нет могу сказать что еще как проходило дело видеоматериал по данному делу передан администратору канала регион 159 я нагоняюсь надеюсь колом скором времени материал будет подготовлен и опубликован на канале регион 159 судья так за немножко забегу вперед удивил тем что отклонил практически все ходатайства о о свидетелях то есть были заявлены ходатайства о вызове сотрудника полиции которая составила протокол обнести на правонарушение чекалева была вызвана сотрудница назовем так администрации а помощника она как помощница по моему звучит махонина фамилия федорова ее вот судья тоже отказал в вызове федоровой потом еще там не помню фамилию вечно вылетают у меня самойлов по моему тоже отказали вот и соответственно мы заявляли ходатайство о вызове свидетеля а именно ивана который был как бы в тот момент и он даже была попытка воспользоваться юридической помощью ивана с антон об этом заявлял но в отдел полиции номер шесть его не пустили связи с тем что там честно говоря вообще никого не пускали тоже материал опубликован на канале регион 159 типа отдел закрыт отдел полиции не работает номер шесть вышел тот какой-то сотрудник полиции отказался представиться нагрудного знака нет говорит у меня бронежире значит вот типа я полицейский вот и видеозапись была приобщена сотрудниками полиции к материалам дела но это видеозапись которую произвел в принципе антон он этого не отрицал просто непонятно откуда она откуда она появилась материалах дела в протоколе административном правонарушения на не указана заявлениях и рапортах сотрудников полиции тоже нет данных что они приобщают данную видеозапись на каком основании на пункт появилась материалах административного дела непонятно вот видеозапись которую вторую мы приобщили это о том как именно не пускали его наводил полицию номер шесть суд данные ходатайства отклонил потом факт того что действительно антон заявлял ходатайство о допуске защитника несмотря на то что он делал в отделе полиции это устно и делал это письменно вот но материалах дела данных сведений не содержится но антон последовательно об этом говорил поэтому тоже было заявлено ходатайство о запросе из отдела полиции номер шесть видеозаписи скажем того кабинета того места той комнаты где проходил оставление административного материала тоже это радость это было отклонено ни одного определения по заявленным радость вам судом не вынесено как мне заявил судья для меня тоже это было удивление что оказывается определение не стоит выносить если ходатайство отклонено на это напрямую противоречит статьи 244 там 29 12 кваперы четко сказано случае отказываться ты не ходатайство выносится письменное определение но судья сказал что типа как он навожу до защитника типа что это не требуется но мой взгляд это процессуальное нарушение также мной был заявлен отвод судья потому что мне не были разъяснены мои права и обязанности как защитника согласно статьи 25 кваперы и судья сразу перешел к вопросу если у меня отводы и ходатайство был заявлен отвод но конечно судья его ушел рассмотрел но вынес определение об об отказе в удоторении отвода на суде ну понятно то есть это ничего другого принципе мы не ожидали вот так вкратце проходило рассмотрение дело длилось она два дня 21 и 22 сентября 2020 года началось и но в пять часов 21 числа понятно что мы ничего не успели несмотря на то что судья вроде был как намерен все это быстро рассмотреть ну понятно что как это можно было рассмотреть когда супом работать до 6 за час это реально не сделать никого не опросить и было перенесено сегодня на 11 часов 30 минут вот пожалуй вкратце такое такое судебное разбирательство было кто недавно присоединился хочу еще раз вам зачитать как звучит постановление а именно решение скажем так судьи ленинского районного суда так вот освободить административной ответственности связи с малозначительностью правонарушения и объявить устное замечание то есть по сути данной формулировки следует что все таки правонарушения самошина установлена да и второе производство по делу баба пн прекратить связи с отсутствием состава административного правонарушения вот у меня две этих так значит у меня вот эти две формулировки они для меня ну непонятны потому что одна противоречит другой все таки есть правонарушения в действиях антона самошина или таких правонарушений нет и мое мнение что такое постановление нужно обжаловать потому что она непонятно вот и эти обстоятельства по сути являются не реабилитирующими то есть компенсации какой-либо за по данному делу антону будет крайне сложно крайне сложно предъявить связи вот с этой такой расплычатой формулировкой а я считаю что если бы было более понятно а именно прекращение по связи с отсутствием состава административного правонарушения то у него все появляются возможности подать иск гомвд как минимум возмещение морального вреда потому что я считаю что и материальный вред конечно он понес об этом отдельно вот но моральный вред сто процентов он понес потому что его незаконно по сути получается задержали незаконно то есть квалифицировав данное действие его как нарушение правопорядка он был доставлен в отдел полиции и сутки провел в отделе полиции поэтому здесь я считаю что напрямую моральная сторона нравственная сторона была задета то есть они по собственной же воле в отделе полиции сутки провел был решен право на свободу передвижения был решен право на общение с людьми поэтому своей семьей своими близкими с друзьями поэтому я считаю что данное решение нужно обжаловать давайте были какие-то вопросы если что я быстро отвечу так мы с ним жаловать формировка как минимум мутная до формулировка мутная поэтому я считаю что нужно обжаловать всем привет с уфы уфа привет да это мусора наверное но наверное да ту специалисты по гомосекам андрей чехов так гордеев таким больше делать ничего вот и бегает непонятно кому адресовано так не дело по судам бегать времени надо на это до временно это нужно много так бейсболка кому-то моя не понравилось александру гордееву ну что ж он александр не смотрите за если не понравилось слышно и видно так ребята лайки ставим да спасибо бакшаев делом займись каким делом заняться black book book каким делом заняться может подскажешь мне раз такой умный так ну все пожалуй давайте я уже буду заканчивать принципе все что я хотел сказать я сказал повторюсь что скоро выйдет надеюсь видеоматериал администратор канала регион 159 виде материалы были были материалы переданы скоро вам подготовит и я думаю что ну скорее всего одной части все это будет не будем растягивать надолго ну и также скоро будет видео материал по чекину игорю тоже материал то ленинский районный суд ну и что еще кстати поводу делал это можно добавить что если его как-то связать и его рассматривать же в части дела останина да тоже ленинский районный суд делал рассматривал судья гольдштейн вот так она не усмотрела даже и таких вот скажем так мало значительных правонарушений в действиях останина хотя останье на протяжении там около пяти часов грубо выражал цензур набранью в мой адрес в адрес там ивана других людей просто выражая свои мысли так вот судья ленинского районного суда гольдштейн тоже прекратила производство по делам местным правонарушения так стоп прекратила производство по делам местным правонарушений здесь отсутствием состава администинного правонарушения хотя там на лицо уж явно и мелкое хулиганство как это именно нецензурная брать насколько я понял ложное лицо гордеев кому данный материал не стал обжаловать в ленинский районный суд он имеет такое право протокол ну тут появилась тоже койки и мысли по поводу того как мы это можем обжаловать поэтому об этом тоже возможно будет отдельная информация пока будем забегать вперед возможно мы будем иметь такую возможность надо более глубоко в этом разбираться и пробовать обжаловать нам как именно как заявителем потому что мы с иваном были заявителями данных противоправных действиях со стороны останина а так 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 у меня садится батарейка давайте еще есть есть какие-то вопросы только не про бейсболку мою что-то более конкретное как вы считаете стоит ли такое решение постановление обжаловать или не стоит или стоит от этого уже отказаться по сути решение такое как понимаете не вашим не то есть и судебная практика не пострадала из-за данного решения и вроде как и саму шину то есть ну ничего страшного не произошло так все батарейка умирает на телефоне все спасибо что смотрели подписывайтесь на канал ставьте лайки добавляйте ролик себе делайте репост он конечно виноват но он не виноват пожалейте его товарищ судей он очень хороший человек и отличный работник